Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются боевые действия и сейчас самые просто адские времена начались для вооруженных сил Украины в районе города Золотое и поселка Горское, потому что там уже сформирован полноценный котел, в котором оказалось около двух с половиной тысяч украинских военных. Если еще вчера в том регионе это было оперативное окружение, то теперь это уже полноценный котел, из которого просто нереально выйти даже полями, потому что по сути эта группировка полностью сейчас отрезана от вооруженных сил Украины. На этой карте видны контуры украинской обороны в том регионе и мы теперь же можем сделать вывод, что сейчас точно так же, как и в Мариуполе, этот котел будут разбивать на несколько частей и конечно же предлагать сдаваться в плен, чтобы не делать бессмысленных жертв. Но в это время Зеленский встретился с очередным голливудским актером, который приехал в Киев и знаете верховный главнокомандующий Украины все-таки отбросил все свои дела и все-таки решил уделить время этому персонажу. Давайте посмотрим. Ну а чем еще заняться верховному главнокомандующему во время боевых действий, когда украинские группировки и войск попадают в котлы? Ну самое гениальное решение это конечно же встретиться с голливудским артистом. На видео Зеленский рассказывает голливудскому артисту, как у нас все здесь в Украине, потому что ну знаете он же голливудский артист, новости-то читать не умеет, не понимает где, что и как и тут самый верховный главнокомандующий сейчас ему все объясняет, так как оно на самом деле есть на хорошем английском языке. Примечательно как себя ведет окружение Зеленского, когда собственно президент страны принимает очередного голливудского актера, когда на фронте в окопах кивнут сотни тысяч украинцев. Они конечно знаете в тихом шоке и собственно в их глазах можно прочитать просто одно слово обреченность. С учетом того, как развиваются события, я полагаю, что вот в этой встрече с голливудским актером у Зеленского была еще и закрытая часть, где голливудский актер поведал скорее всего господину Зеленскому, каким образом деблокировать украинскую группировку войск в две с половиной тысячи солдат, которые находятся в Горском и Золотом. И знаете, я думаю, что с такими, знаете, стратегически важными мыслями от голливудского актера теперь-то украинская армия точно разблокирует котел, который там сформировался. И в это же самое время российские войска продолжают полностью окружать город Лисичанск. И конечно же занимаются теми украинскими солдатами, которые оказались в полном окружении в котле на предприятии завода Азот под Северодонецком. На этом фото можно видеть как раз вот эту промзону завода Азот под Северодонецком, где осталась в окружении полном украинская группировка войск. Я думаю, что глядя на информацию вот с тех вот краев, Зеленский, когда вот общался с вот этим голливудским актером, он, знаете, все-таки решительно настроен на фотосессию. Потому что, знаете, вот хорошая фотосессия с голливудским актером, она, я думаю, ну просто, ну очень сильно придаст, знаете, боевой мощи украинской армии, скорее всего. И я думаю, что фотографии с голливудским актером сейчас серьезно разойдутся по всему украинскому интернету. Друзья, теперь небольшое, но очень важное объявление. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, потому что там я выкладываю те видео, которые не могу просто выложить на своем ютуб-канале, потому что заблокируют. Поэтому ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Причем, знаете, есть еще и второстепенные дела, например, разблокирование Одесского порта или прочих портов украинских, через которые, собственно, можно поставлять зерно на международные рынки. И за такие второстепенные дела у Зеленского есть там спикеры, там говорящие головы. И вот эти спикеры недавно вот уже заявили, что все-таки, да, идут переговоры с Россией, Турцией и организацией обвиненных наций касательно того, чтобы разблокировать поставки украинского зерна на международный рынок. Еще, правда, недавно Зеленский рассказывал, что никаких таких переговоров нет и что это все выдумал злобный Эрдоган, но по факту мы видим, что сейчас официальные лица Зеленского это открыто подтвердили. И можно к этому относиться по-разному, но тем не менее, если все-таки украинская власть решила заморить голодом украинские народы и таким образом вывозит максимально все продовольствие за границу, то здесь, как говорится, Зеленского остановить, ну просто никто не сможет, потому что здесь у него вся власть, у него силовая вертикаль и, собственно, любой человек, кто там выступит против, будет сразу репрессирован. Понимая сложную ситуацию на украинском фронте, западные страны, конечно же, давят на свои всевозможные там колонии, типа Словакии, Словении, для того, чтобы эти все мелкие страны передавали максимально все свое вооружение Украине. Но получается так, что вот эти вот маленькие страны, хоть и имеют небольшой парк военных самолетов, тем не менее, задают вопрос, а если мы вот эти вот 12 МиГ-29 истребителей передадим Украине, у нас же вообще ничего не останется и, получается, целые европейские страны оказываются вообще без каких-либо летающих боевых самолетов. В ответ на это западные страны мелким этим европейским странам обещают, что все-таки привезут им самолеты, правда, бэушные, поддержанные американские там F-16, но тем не менее, знаете, с горем пополам сойдет. Но руководство Словакии, как известно, немного трусливо и поэтому сейчас они просто ставят ультиматум, что если мы все свои самолеты боевые отдаем, то пускай нам хотя бы бумажку дадут, что за нас в случае чего будут воевать, потому что мало ли что случится, когда в Украине боевые действия, знаете, могут все-таки закончиться и перейти уже в другие европейские страны и тогда, знаете, бац. К этому времени может вообще боевых самолетов не остаться в европейских странах, потому что их уже всех позбивали в Украине, условно, и тогда, конечно, знаете, будет печалька. На фоне этого Соединенные Штаты Америки делают суровое заявление и говорят со своей глубокой озабоченностью, что обязательно американских наемников нужно считать комбатантами и теми персонажами, которые подпадают под Женевскую конвенцию. А как мы знаем, Российская Федерация так не считает, и поэтому те персонажи, которые едут в Украину воевать, они не считаются комбатантами и, конечно же, получают по полной. Как известно, в Америке очень много частных военных компаний, которые, конечно же, принимают активнейшее участие в войне в Украине, потому что там в этих компаниях кадровые военные. И это очень удобная такая юридическая прокладка, вроде там частная военная компания для того, чтобы не оставлять своих отпечатков пальцев на оружие и на тех процессах, которые сейчас идут в Украине. И все было бы хорошо, если бы некоторые американцы не вели всякие тиктоки, инстаграмы и прочее, потому что, когда они ведут все эти соцсети, люди начинают понимать, что это конкретно персонаж, который приехал за деньги воевать в Украине. И если он вдруг погибает, то получается, об этом уже знает широкая общественность. И таких персонажей начинает гибнуть просто, ну, очень и очень много сейчас. А это, как известно, очень серьезно подрывает боевой дух американских наемников, которые понимают, что за них ведь они же текстограммы и тиктоки не ведут, вообще никто не вспомнит. И, как говорится, их просто спишут, как будто их и не было. И поэтому мы видим, как американский госдепартамент просто сейчас возбудился и начал требовать, чтобы как можно быстрее признали вот этих наемников американских именно комбатантами, чтобы на них распространялась Женевская конвенция. Но мне почему-то кажется, что это не поможет, потому что, глядя на свои общие фото, вот эти бойцы частных военных американских компаний, они просто будут анализировать, что, знаете, что-то идет не так с учетом количества людей, которые погибли на территории Украины. Но мы переходим к тому, чтобы рассказывать правду о зверствах Российской Федерации на территориях Украины, которые сейчас ей подконтрольны. А это Херсонская, Запорожская и прочие области. И вот уже поступают первые угрозы, что с 1 сентября все-таки россияне планируют открыть в Энергодаре и прочих городах, там, и Херсонской, и Запорожской области школы и детские садики. Я так понимаю, вовсе президенты Зеленского не могли ожидать такого коварства, что вот этих, знаете, граждан Украины, которых по заявлениям многих украинских СМИ чуть ли не сжигают в печах, там, знаете, кунцлагерей, а тут бац, их оказывается в школу поведут учиться, еще и в детские садики загонять, скорее всего, насильно будут. Но на этом зверство Российской Федерации не заканчивается, потому что вот уже официальные чиновники и мэр Мариуполя заявил, что каждому жителю, который потерял жилье в сходе боевых действий, будет выплачено за каждый метр жилья целых 16 тысяч рублей, это примерно 8 тысяч гривен. Я думаю, что по версии украинских СМИ жители Мариуполя будут просто насильно вылавливать и запихивать им эти деньги просто в карманы, потому что, скорее всего, они будут просто отказываться их брать. Это, конечно, деньги небольшие, если сравнивать с потерей жилья, но тем не менее, если просто проанализировать те процессы, которые сейчас идут в Мариуполе, а там идут очень серьезные процессы, потому что туда, по сути, со всей России едут строители, и там действительно разворачивается сейчас гигантская стройка. И, конечно же, жителям Мариуполя, скорее всего, по льготным ценам будут раздавать жилье. Также россияне уже запустили между Мелитополем и Крымом железнодорожное сообщение, что, конечно же, очень упрощает логистику местным жителям. Причем железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом дает возможность местным аграриям и предпринимателям уже налаживать серьезные тверговые связи с Российской Федерацией, с полуостровом Крым. И таким образом, конечно же, уровень благосостояния граждан региона существенно повысится. Также ко мне пришло просто эксклюзивное видео касательно того, как россияне вывозят насильно детей вместе с семьями и, конечно же, селят их в различных пионерлагерях, базоходах, отелях и заставляют их отдыхать. Потому что, знаете, этим людям, которые сидели месяцами под бомбежками, реально нужна реабилитация. Сейчас мы видим, как вот просто, знаете, свирепствуют россияне в отношении этих детей. И на этих кадрах вы можете видеть, каким образом просто, знаете, ну, зверски издеваются над теми детьми, которых вывезли с Украины. Причем нашим журналистам удалось даже выяснить геолокацию, где происходит вот это зверство. Оказалось, что вот этих детей просто, знаете, привезли абсолютно бесплатно в единственный в мире театр кошек, собак и так далее, известнейшего человека на весь мир. Это, конечно же, Юрий Куклачев. Давайте послушаем. Сегодня в театре кошек праздник, потому что к нам приехали дети из Мариуполя. Дети, которые своими руками во время бомбежки спасали кошечек, собачек, они заботились о них, кормили их. Я думаю, что в украинских СМИ очень скоро мы увидим ряд разоблачительных статей и про Дмитрия Куклачева, и про Юрия Куклачева. И, конечно, вот эти все вот расследователи, знаете, украинские прикрепят к своим статьям вот это видео с комнатой пыток, скорее всего, они называть будут вот это помещение, где проходит вот такое представление. И, конечно, вряд ли эти украинские журналисты напишут, что это обычные российские предприниматели, просто сбросились деньгами и таким образом оказывают поддержку и реабилитацию детям, которые сидели в подвалах под бомбежками. Дело в том, что не только детям Мариуполя, а всем детям планеты мы желаем, чтобы дети стали добролётчиками, когда на крыльях своей души понесут добро по всему сверху, свой пожар, огонь, пламя и только через доброе, через искренний взгляд, через улыбку, через прикосновение, через доброе слово. Каждому ребенку из Мариуполя Юрий Куклачев подарил аж две книги про доброту и я уверен, что украинские СМИ напишут об этом, как детям подарили две книги с российской пропагандой. Ну а под видео, которое я сейчас вам продемонстрирую, я уверен, что СМИ Зеленского подпишут примерно такой заголовок. Дмитрий Куклачев подписывает приговор расстрельный детям, которые плохо хлопали. Давайте посмотрим. Друзья, на этом у меня всё. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Там всегда можно выложить значительно больше, чем на ютубе. До скорого! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!